Приветствую вас! Давайте попробуем исходить от обратного. В каких случаях, в каких ситуациях нужно слушать родителей? Всегда. Вот просто попробуйте ответить себе на этот, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Родители, они, понятное дело, всегда хотят, чтобы у вас все было хорошо. Родители, понятное дело, желают вам всего самого лучшего, желают вам добра, но смотрят на мир, как вы говорите, по-своему. И это совершенно нормально. Нормально, что ваши родители тянут одеяло на себя и, в общем-то, хотят, чтобы вы делали так, как желают они, а не так, как считаете правильным вы, потому что вы можете ошибаться, вы можете что-то неправильно там, да, решить, принять и так далее. Но, поскольку мы с вами понимаем, что у родителей есть своя точка зрения, у родителей есть свои взгляды, которые вам не поменять, которые вам не переделать, которые вам не изменить, если вы готовы самостоятельно ненести ответственность за свою жизнь, вам нужно слушать себя. Вам нужно слушать себя, а не слушать других людей, в частности, вот как раз таки родителей слушать вам не нужно. Родители будут говорить вам всегда и никогда не будут вас слушать. А вот вы, вы, неуверенность можете ли, вот вам нужно повышать свою уверенность в себе, которая как раз таки является принципиальной, является принципиальной для того, чтобы что-то делать в жизни. Вы понимаете, без уверенности в себе, без понимания того, почему и в чем вы в себе сомневаетесь, без вот этого вот понимания, вы вряд ли сможете хорошо, успешно, объективно, правильно, продуктивно, что самое главное, заниматься своей деятельностью, к сожалению. Вот ситуация именно такая, что вы, если, значит, будете прислушиваться к своим родителям, то, если вы будете идти на поводу у своей неуверенности в себе, да, то у вас будут серьезные проблемы именно с успешностью того, что вы делаете. Вот. Если вы будете больше внимания уделять именно тому, почему вы не уверены в себе и как получилось так, что вы в себе не уверены, вот если вы будете в этом контексте смотреть на себя, опять же, так, то тогда, я думаю, что ситуация будет куда-куда лучше, она будет куда эффективнее. Но вам необходимо, вам просто, ну, просто вот физически необходимо, значит, понять, почему вы в себе не уверены. Вот с чем это связано, вот эта вот неуверенность в себе. И постараться с ней что-то сделать, постараться с ней как-то поработать, чтобы как раз-таки она не мешала вам больше, чтобы она как раз-таки не отталкивала вас от своей мечты. И, знаете, вот это вот, наверное, самое главное для вас и является, самое главное для вас является то, на что нужно сейчас обращать самое пристальное, на мой взгляд, внимание. Ну, а то, что касается родителей, что касается их, знаете, ну, родители, они всегда будут держаться как раз-таки вот в своей линии поведения. Это нормально, на мой взгляд, это нормально, вот, совершенно нормально. И не нужно, не нужно драматизировать подобную вещь, не нужно как-то вот, знаете, вести себя так, как будто вы прямо вот, знаете, не ожидали этого от родителей. Я думаю, что в любом случае вы этого не могли не ожидать. Потому что родители ваши, они всегда вели так, и вот то, что сейчас произошло, я уверен, это не первый раз, и, к сожалению, я думаю, что и не последний, как это вот не печально, конечно, звучит. Но, тем не менее, тем не менее. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на вас, вот, могу пожелать вам только удачи, могу пожелать вам только упорства, могу пожелать вам только стремления к тому, чтобы вот у вас все-таки получилось то, что вы хотели бы, и думаю, что если у вас какие-то вопросы появятся, то мы всегда вам поможем, мы всегда разберемся, что к чему и как, вот, ну а я желаю вам всего доброго, удачи, если у вас ко мне остались вопросы, пишите в личку, я вам с радостью помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго еще раз и удачи.